Привет, друзья! Вы на Ньюс Эйдер, я Александр Кушнарь, и сегодня у нас в гостях наш американский коллега и глава канала «Рашкин Репорт» Юра Рашкина из Соединенных Штатов. Привет, Юр! Привет, Саша! Привет, зрителям и слушателям канала «Ньюс Эйдер» и «Рашкин Репорт». Юр, ты, конечно, как и все мы, наверное, поражен вот той трагедией, которая произошла в Бочи, хотя на самом деле надо признать, что эта трагедия была ожидаема и, между прочим, совершил это преступление, в том числе, как я понимаю, вот те военные, которые принадлежат воинской части в Хабаровском крае, откуда я родом. И я прекрасно знаю цену этим людям, это действительно страшные люди, я, в общем-то, вырос вот в этой среде. Это, ну, что называется, глопники, лишённых всего человеческого, самые настоящие траглодиты, да, это вот бандиты, которые вышли из подъездов, и вчера они щёлкали семечки и, условно говоря, грабили людей, да, а сегодня они едут в танках и, соответственно, поскольку подобные нелюди не могут, естественно, быть профессиональными военными и, естественно, они не могут сталкиваться в реальном бою, они просто терпят там полное поражение, как мы это видели в Украине, то они, естественно, отыгрываются на самых слабых. На женщинах, детях, девочках, это, конечно, всё настолько ужасно, насколько только можно себе представить, хотя, собственно, ровно этим и занималась всю свою несчастную, отвратительную историю сначала Российской империи, потом Советский Союз, вот теперь и Путинская Россия, поэтому, ещё раз, это не новость, это новость, может быть, для тех, кто, может быть, жил в каком-то пузыре, вот как это действительно есть для некоторых цивилизованных стран мира, но это точно не для меня и не для тех, кто вообще внимательно следит за тем, что такое Россия, да, которая, как говорит Портников, прикидывается государством, хотя, в действительности, является не более чем террористическим образованием, и я от себя добавлю бандформированию, которое необходимо, конечно же, нейтрализовать срочно, немедленно. Вот, после такого вступления, я хочу задать тебе вопрос, тебе, как американскому политику и аналитику, Джо Байден, президент США, сейчас уже вслед за многими другими западными лидерами, естественно, высказал и слова соболезнования украинцам, ну и негодование в адрес российского режима, и он сказал очень конкретно, Владимир Путин это варвар и абсолютно бесчеловечный парень, требуется расследование этих военных преступлений, заявил Байден. Ну, то есть, он фактически обвинил Путина в том, что тот военный преступник, и это после того, как Байден назвал сначала его убийцей, потом головорезом, потом мясником. Скажи, пожалуйста, вот такое заявление именно президента Соединенных Штатов, вот в данном случае, в практическом смысле, что означает? Это означает, что Владимир Путин продолжает рыть могилу и хоронить идею российской империи, российской культуры, российского чего-либо не было, как положительное, прилагающее к любому названию. Потому что то, что творит Владимир Путин и его армия орков, это геноцид, который при этом используется как военная стратегия. Потому что это не орки, которые готовы сразиться с армией противника. Это просто армия, которая именно терроризирует и устраивает геноцид населения с целью того, чтобы... Зачем тогда я решил, понял для себя ответ на вопрос, как же оккупировать такую территорию, когда недостаточно для этого войск? А кто их будет оккупировать, если их там половину перестрелять, половину развести по всей России и заселить это таки следующим поколением орков? Это просто геноцид, который используется, как я уже сказал, и вот теперь как стратегия. И Запад теперь понимает это так четко, как никогда этого не понимал. А вот то, что произошло в Буче, и мы понимаем при этом к своему ужасу, что это, возможно, первый такой населенный пункт, где произошло такое, о котором мы узнали. Но их будет много, потому что эта армия орков прошлась по территории, и на это нужно отвечать. Но, с другой стороны, пропорциональный ответ на геноцид тоже невозможен. Поэтому мы не можем устроить обратные геноциды и этим ответить. Нужно искать ответы, которые мы можем выполнить. И в этом смысле Соединенные Штаты впереди планеты всей, том, как мы готовы отказаться от разных услуг, которые мы за это время все-таки, ну как, мир, капитализм настроили, понастроили торговых связей, теперь их обрубаем с большой скоростью. Нам это легче, чем Европе. В Европе это сложнее, но им, они вот тоже поняли, что нельзя быть частью русского мира. Русский мир уничтожает прекрасные самолеты просто для уничтожения. Это этот мир, который стреляет людей просто вот для отстрел, ветеранов военных сил Украины. Это просто такой ужас, потому что вот когда такая новость дойдет до американца, понимаешь, у нас в стране самый высокий статус, ну, наверное, как общий, как группа в обществе, несмотря на то, что мы их не обслуживаем на том уровне, которым мы должны это делать, и мы всегда это стараемся, но это ветераны наших военных сил. А тут мы видим, что именно ветеранов отстреливали и убивали людей за татуировки. Просто вот это какая-то игра кальмаров, в которой Украина оказалась, вот эти люди оказались не в том месте, не в тот момент. Это геноцид, это слов нету, какой-то темный кромешный ужас. И в этом смысле винить одного Путина как-то тоже неправильно, потому что это он, ну, даже если он отдал приказ, кто-то же это выполнил. И вот тут просто это ужасный момент для людей, которые... Я вижу, что по всему миру начинают задавать вопросом вообще, что это такое, откуда, а вы откуда, вы из России. Это очень плохо, что, так сказать, не то, чтобы людей атакуют, и мы этого не видим, но мы видим, что люди, которые имеют у себя в части российской идентификации, это является очень плохим признаком, с которым в свободном обществе люди иногда даже решают, что они не согласны ввести с таким человеком дело просто потому, что им противно все, что имеет под собой вот такую окраску. Понимаешь, у нас сейчас в университете должны повесить, попросили, давайте повесим флаги всех стран, откуда мы, значит, наши студенты и преподаватели имеют связи. Окей, я российский флаг вешать не собирался, советский флаг я тоже вешать не собирался, ну что ж, ну повесим украинский флаг, у меня там, так сказать, родственники, окей, потому что это вот мы на таком уровне сейчас нашего общения, и когда люди увидят, что вот это, потому что это вначале вывалилось, естественно, на русском языке и на украинском, но это сейчас доходит на английском языке по всему миру, это такой кошмар, что хотя мы не увидим пропорциональных последствий, но мы увидим последствия, которые сейчас Соединенные Штаты проводят, чтобы выкинуть Россию из Совета по правам человека, потому что это насмехательство над организацией объединенных наций, что это за организация такая, которая в комитете по именно правам человека состоит, ну, в общем-то, сейчас главный нарушитель, и при этом такой, по которому еще будут, так сказать, в общем, легенды ходить о этом ужасе, при этом надо еще доказать, что это не работает, потому что, и вот это то, что сейчас делает замечательная украинская армия, потому что вот стратегия-то есть, ужас, запугивание есть, но нужно показать, что это не работает, что этого недостаточно, что люди противостоят во всем мире, и в этом смысле я согласен с теми, кто говорят, что это Первая мировая война, потому что на самом деле мы здесь видим противостояние всего мира, а мир, который не хочет жить по правилам варваров, охотить жить по правилам цивилизации, это мир, который живет по правилам закона и порядка, а в мире закона и порядка существуют суды, процессы, и все это теперь, эта система запущена также в ход, и это будет продолжаться, пока не будет процесса и не будет правосудия. Ты знаешь, что российский режим тут же начал, как всегда, в таких случаях и тело, отрицать причастность хоть какую бы то ни было хотя бы к одной из тех жертв, хотя бы к одному из тех преступлений, которые были скрыты, кстати, далеко не только в Буче, Буче это просто собирательное название, это же понятно, то есть все эти страшные вещи были обнаружены и будут обнаруживаться во всех городах, где побывали оккупанты, ну просто вот в Буче, да, концентрированные. Ты знаешь, Буче еще легче произнести на английском языке. Да, ну вот, так что, да, и, собственно, вот это вот известное выражение, хэштег «бучанская резня», да, вот, это тоже на английском вот сейчас распространяется, да, так что, да, это теперь на самом деле второе название России и на самом деле второе имя Путина, да. Так вот, они отрицают, они отрицают, когда весь мир знает, что это сделала Россия, что это сделали ее российские так называемые солдаты, хотя это не просто убийцы, это самые настоящие изверги, да. И скажи, пожалуйста, вот как ты думаешь, вот в какое положение вообще это ставит Россию с ее отрицанием, и до чего это отрицание может довести Россию? Ты знаешь, изначально я вижу в этом страх. Я вижу в этом страх ответственности, потому что за все то, что творится, надо будет отвечать. А отвечать страшно, потому что натворили, и назвали хорошими словами, и прикрывали, и закрывали, и надрыгались вообще над словом дипломатия, потому что просто используется как прикрытие военных преступлений. Я понимаю им страшно, но меня их страх не волнует. Я просто стараюсь, сейчас российская пропаганда дошла до такого уровня, что там правда и информация, если случайно и пробралась, то это, видимо, по чьей-то ошибке. Потому что это была в основном ложь и стало полной ложью. Поэтому смотреть вот то, что выходит оттуда, и даже пытаться как бы понять, может быть, так сказать, что на что намекают, но там нет правды. И все это зрители уж точно твоего-то и моего канала это уж точно понимают. Поэтому, когда делаются заявления об отрицании, мы помним испуганного Путина после того, как сбили самолет. Вот, а это, я даже не, опять, опять, когда мы доходим до Путина, всегда начинается больше, чем один ужас, и появляется какое-то желание начать их сравнивать, а это нехорошо. Не будем туда, так сказать, у Путина свое место в аду. Но не надо забывать, что был Гитлер и были гитлеровцы. Что есть Путин и есть путинцы. И этим людям тоже страшно думать о своей ответственности, которая, возможно, будет каким-то образом. Возможно, это будет как атака на Белгород. Возможно, это будет как погибшие дети или родственники на войне. Но это отзовется на всех. Поэтому закрытие глаз – это ужас людей, которых взяли с заложниками много-много лет назад и вырастили ужасный менталитет, ужасный способ мышления, мировоззрения, когда люди смотрят на мир с точки зрения силы. И вот эти орки оказались там, где они оказались сильными, а остальные оказались слабыми, и они эту всю свою силу выразились, потому что принципов, морального облика, вот у них этого нет. И я считаю, кстати, это большим провалом российской системы образования. Это такой слегка ответ по Аристотелю, который винит учителей. Но, тем не менее, я верю, что даже из глины можно было слепить что-то лучше. Вот то, что удалось, это провал всего общества, которое в результате создало таких людей, которых они вот только так могут и использовать. Это разрушение, и это ведет, опять же, к пересмотру роли России и Советского Союза. Во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, как бы ее ни называть. Потому что, когда мы видим, как воюет русский мир, что это такое, не понимаешь уже вообще, с кем симпатии, что здесь происходило, и происходит полный, так сказать, переоценок, и это правильно. Потому что ту историю, которую преподавали людям в России, в Советском Союзе, знаем это, так сказать, и даже вся культура, это все было под большой всегда цензурой. Поэтому кто знает, что на самом деле вообще русская культура, даже чем она и была, потому что она была всегда так сильно цензурирована. Но в результате людям будут открыты глаза, если они это хотят или нет. А сейчас они пытаются отказаться от ответственности. Я им не сочувствую. Ну, ты же понимаешь, что в принципе, что советские люди, что нынешние русские, они всегда в большинстве своему старались верить пропаганде. То есть, вот пропаганда им на протяжении, допустим, последних восьми лет рассказывает о том, что, например, на самом деле там в Украине шла якобы гражданская война, и что это украинцы сбили малазийский Боинг, и что это украинцы распяли мячика и так далее. И вот все основные, по крайней мере, да, зрители вот этого всего непотребства, то есть 70% российского населения верили в это. Как верят они сейчас в то, что говорят в очередной раз российские СМИ о том, что якобы это украинцы накидали трупы в буче, да, вспоминается, как Гиркин сказал про несвежие трупы, выпавшие из малазийского Боинга. Ну, то есть, вот просто, да, сейчас они наспех буквально используют вот тот же самый шаблон, это то, что впаривают российскому телезрителю. Значит, я могу точно сказать, что российский зритель в это верит, он верит в то, что действительно там, как говорят российские пропагандисты, это вот украинские нацисты специально, чтобы подставить доблестную российскую армию, инсценировали это все, а у какого-то там трупа шевелится рука, ну и прочая отвратительнейшая вещь, вот, да, то есть, опять же, несвежие трупы Гиркин. Вот, объясни, пожалуйста, а есть ли что-то, что может переубедить российских телезрителей вообще? Как-то их можно преуспытать? Или на это уже можно закрыть глаза, и просто надо заниматься нейтрализацией и ликвидацией российского государства? Просто, потому что уже других вариантов просто нет. Ну, мы понимаем, что Останкинская глава вошла глубоко в тело России, но я верю, что таким зомбированным людям можно вливать и позитивную информацию, например, да и вообще просто правду. Можно им туда вкачать, если у них от этого голову взорвет. Ну, значит, так тоже бывает. Но просто сейчас им вливают и подпитывают пропагандой вот эту ненависть бесперерывно. А люди находятся в страхе и ужасе от всего происходящего. Если я не ошибаюсь, в Советском Союзе не был опубликован уголовный кодекс. А когда люди вообще не могут даже иметь доступа к информации такой важной, то они пытаются выжать какой-то смысл, так сказать, из телевизора. Я могу тут найти какую-то логику, но просто правду показать по телевизору, и до того момента, когда эта правда не будет показана по телевизору, не наступит деноцификация России. Потому что мы знаем теперь, ну, из слов Путина это понятно, что России нужна деноцификация. То есть документальные фильмы, как в Германии, о том, что происходило в Германии во время Второй мировой войны, и то, что происходит сейчас, создается Российской Федерацией на территории Украины, вот такие документальные фильмы должны идти каждый день по этой Останкинской, через Останкинскую иглу и транслироваться населению. Потому что это изначальный ответ. А после этого нужно развивать систему образования. То есть я бы ее вообще тут, наверное, провел какую-то иллюстрацию, потому что тут у меня очень большие подозрения по поводу, насколько этот институт в России функционирует так, как он вообще имеет какой-то смысл для... Ну, я понимаю, это не то, о чем думают в России, но для человека. И мне нравится в этом смысле вообще идея Игоря Яковенко, который предлагает демилитаризовать Россию, то есть как бы продолжить демилитаризацию, демилитаризация. Я ничего не видел в России хуже, чем то, что я слышал о российской армии, это и советской армии, это опыт, который травмирует, ломает мужчин. Я никогда не видел оптимистичного русского россиянина, который прошел через армию. Она делает из человека в России что-то невероятное. Так что это правильно, полностью согласен. Плюс эта страна своими действиями просто потеряла право иметь армию. Вот так теряют право на армию, потому что когда она у вас есть, что вы с ней делаете, вам ее нельзя иметь. То же самое с ядерным оружием. И если это приводит, ну, к чему это приводит, значит, это тоже последствия действий. У действий есть последствия. И третий пункт Игоря Яковенко. Сейчас я пытаюсь вспомнить... Ну, я вот хочу просто спросить, а где Путин? Ты заметил, что он за время того, что он называет специальной операцией, и что на самом деле является геноцидом украинского народа, и, к счастью, оборачивается, на самом деле, реальной демилитаризацией России, о которой только что ты сказал, и которой занимается Украина, что Путин за все это время почти не появлялся в эфире. Даже когда он появлялся, он не, в общем-то, не блистал своим известным оптимизмом, да? Можно догадаться, почему. А в последние, например, пару недель мы вообще его не видим. Вот просто не появляется в кадре. Он не высказался от побочи. Он, похоже, себя не очень комфортно чувствует. Скажи, пожалуйста, как бы ты трактовал его полное отсутствие в эфире, когда, в общем-то, все ждут, чтобы он появлялся? Это же он, вот этот выродок устроил, вот, собственно, всю эту бойню, да? Это же он объявил вот этот священный, по его словам, поход против украинцев, чтобы их, вообще, уничтожить, по сути, да? Он всегда появляется, вроде как появлялся, по крайней мере, раньше во время вот таких вот каких-то процессов судьбоносных в его понимании. А тут просто этот таракан спрятался, его нигде не видно. И вообще непонятно, что происходит. Как бы ты это объяснил? Ты знаешь, тут два момента. Во-первых, Путин, скажем пару слов. Возможно, мы, как мы теперь имеем основания подозревать, за ним следуют десятки врачей, которые следят за его, видимо, не очень уверенным здоровьем. Так что, когда его, как бы, отсутствует, пока что он возникает обратно. Но это тоже, так сказать, мы теперь понимаем, что, возможно, это связано не просто с ботоксом, но еще и какими-то более другими, более серьезными процедурами, от которых зависит его физическое и биологическое здоровье. Но другой момент, который я считаю просто очень важно отметить перед тем, как мы с тобой закончим, это количество американской военной помощи, которые сейчас передаются Украине. Потому что я вижу это, я читаю об этом, я это воспринимаю почти как данное. Но это не обязательно должно было так быть. Отметая уже даже со счетов все то, что Трамп продолжает говорить о Путине, Байден каждую неделю, кажется, подписывает дополнительные выделения или существующего бюджета, или экстраординарные, или то, что сейчас было проведено Сенатом. Просто вот количество оружия идет, и вот то, что произошло в Буче, означает, что этого будет только больше и больше. Потому что давление на всех политиков, которые отвечают за бюджеты, это то, что делают политики, они голосуют за бюджеты. И эти бюджеты помощи Украине будут только расти, потому что украинцы сражаются как львы. И, сочетая это с геноцидом, который при этом мы видим против мирного населения, создает комбинацию, которую никакой Путин не в состоянии перемолоть. Он может в эту мясорубку засунуть хоть всю страну, и в этом тоже проблема. Потому что у него нет последствий внутри России на данный момент. Он, правда, боится, он тоже живет в страхе, и вот он вдали от людей, меняет охрану, там тысячи людей, говорят, поменял. Все это говорит о том, что он боится. Но, с другой стороны, к сожалению, проблема диктатора – это то, что никто не может возразить. Если пока сам Путин не поймет, что он проиграл, что ему нужно менять стратегию, он будет просто продолжать запихивать новое пушечное мясо в эту мясобойню, потому что ему наплевать. Ему наплевать на то, что думает население России, и на нем это все, в общем-то, так сказать, это просто ведет к его созданию Советского Союза. Тут, возможно, он даже доволен результатами. Поэтому пока у него не будет ощущения, что у него есть проблема, он будет продолжать давить в этот тупик, который ведет к достижению всего того, чего он вроде бы не хотел. Ну что ж, украинская армия, если сам Путин не захочет понять, заставит его это понимать и уже, наверное, заставляет. Недаром же, очевидно, Путин согласовал вот этот отвод войск из Киевской области и из других областей. Это только начало кошмара для Путина. Мы работаем над тем, чтобы этот мясник понес ответственность историческую, политическую, а все украинцы сейчас, естественно, призывают казнить Путин. Будь то по суду или вне суда. И это тоже очень серьезный сигнал. Я уверяю, что сейчас казни Путину требуют отнюдь не только Украины, конечно же. Я думаю, что сейчас для Путина суд в Гааге – это наилучший вариант. Потому что из тех возможных вариантов правосудия оказаться на скамье подсудимых может быть его самым лучшим вариантом прожить до какой-то, так сказать, оставшись. Потому что сейчас он сокращает свой срок жизни. Если он окажется на скамье подсудимых с хорошей западной медициной, я думаю, это для него не самый плохой путь, а, возможно, самый лучший. Ну что ж, пожелаем Владимиру Путину этого замечательного пути в Гаагу, который действительно, наверное, будет самым мягким из всего, что он заслужил. Юра, спасибо тебе огромное. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Поддерживайте украинскую армию через ссылку, которую я даю в описании к этому видео. Там же найдете ссылки на Patreon, PayPal и банковский счет, через которые можно поддержать наш канал. Поддерживайте канал Юрия Рашкина, друзья. Всего вам доброго. Спасибо, Юр. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok